Перетягивание каната, езда по линии и роборейс в Витебском областном дворце детей и молодежи соревнования роботов. За победу борются юные конструкторы. Участникам пришлось потратить не один месяц на изучение программирования и конструирования, чтобы показать лучший результат. Умные машины, созданные руками школьников, способны на многое. Мне, во-первых, нравятся роботы, компьютеры и остальное. Здесь достаточно прикольно, можно найти друзей. Интересно собирать что-то новое, собирать новых роботов. Для меня самое сложное – это для начала создать робота, потом его запрограммировать. В турнире участвуют как опытные конструкторы, так и новички. В этом году на соревнования по робототехнике впервые приехали ребята из городка. Созданием умных машин школьники занимаются недавно. Для них главное не победа, а возможность набраться опыта. Занимаюсь почти год. Поначалу было сложно программировать, не слушался программ почти, а вот сейчас уже получается ехать как надо. Создавать программы, и это для меня поначалу было тяжело, потом легко. И мне очень интересно побывать тут, посоревноваться с другими детьми. Одной из самых зрелищных дисциплин турнира стало робо-сумо. Все, как в настоящих единоборствах. Главное – вытолкнуть соперника за пределы круга. Вот только делает это запрограммированная машина. В этом деле опытные участники не оставляют своим соперникам ни единого шанса на победу. Брать именно отдельно роботов, то там все взаимосвязаны. И программы, и сам робот. А опыт явно влияет большую роль на вот это все. Из того, что у меня опыта больше, знаю, какие есть косяки и так далее. Атмосфера борьбы, обмен опытом и возможность найти новых друзей. Традиционные соревнования по робототехнике ежегодно собирают сотни юных конструкторов со всей области. Основная задача нашего рейтинга, областного рейтинга по робототехнике – это вовлечь максимально большее количество детей не только в Витебске, в крупных городах, но и за всех регионов. У ребят, конечно же, очень большой интерес к робототехнике, в принципе, и даже без нашего участия. Мы хотим просто придать этому какую-то системность и направленность. Ну и чтобы был стимул, так как, конечно же, побеждать хочет каждый. И чтобы они максимально прикладывали усилия, стремление для достижения победных результатов. Следующий этап областного рейтинга пройдет через месяц, а в конце апреля молодых конструкторов ожидает финал. Организаторы подведут итоги, победители и призеры получат награды.